МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире преддверии парламентских выборов в декабре 2023 года Национального собрания Западной Армении третьего созыва. 34-я встреча Zoom для кандидатов в парламент Западной Армении. Встреча деловой завтрак Айдерсим Платформ. Сыны Западной Армении Давид Веробян. Проблемы, связанные с эти УНИ. Европейский союз ожидает более крепких и глубоких отношений с Арменией. Бербок. Культурный киноцид. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов-депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года с просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которую они разворачивают для усиления государства Армения, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании 15 ноября 2023 года. Наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, подавших заявку на депутата. Айкас Погусян. Кандидат депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по указанной ссылке. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по указанной ссылке. На сессии 19 января 1920 года Верховный Совет принял следующие два решения. Правительство какого армянского государства было признано де-факто правительством. Данное признание не предопределило вопрос о возможных границах этого государства. Арцах, Нахадживан, Джавах, нынешняя Кавказская Армянская Республика, Киликея и Западная Армения считаются в составе государства Армении. 2 ноября 2023 года представители платформ «Демократические права» и «Айдерсимплатформ» встретились на завтраке, организованном в Клубе новых народных семей. Во время завтрака участники рассказали о проделанной и продолжающейся работе, обменялись мнениями. На встрече были обсуждены проблемы городских органов, органов местного самоуправления и вопросы, связанные с предстоящими общинными выборами. Также были затронуты проблемы молодежи и студентов, возможные пути их решения. Встреча прошла в очень теплой атмосфере и с обоюдно эффективным исходом, после чего участники приняли решение организовать подобные встречи регулярно. Встреча завершилась музыкальной частью. Давид Веробян родился 1 декабря 2001 года. Гарик Веробян служил в Джаракане. Военнослужащий срочник Давид Веробян с первых дней войны, начавшийся 27 сентября 2020 года, оборонялся служивцам на ближайшей высоте участка Марджангу Джаракана. 3 октября после шестидневных интенсивных боев, Давид и 11 служивцев погибают. В разговоре с сыном отец Гарик Веробян сказал, что он намерен приехать к нему на передовую. Ночью 29 сентября Гарик отправился из Еревана в Джаракан. Из Гориса мы доехали до Кубатлу. Ударил Смерч. Мы спустились в 12 источникам, добрались до Сан-Велавана, где находилась позиция наших танков. 30 числа мы припарковали машину на вершине горы Ара. Спросили, едем ли мы в сторону Аракса правильно. Оказалось, что мы должны были свернуть налево от перекрестка. Мы вернулись на перекресток Сан-Велавана, доехали до Кючака, приехали в Шейбей, примерно в один километр от Марджанглу. Там были наши офицеры, которые сказали, что для начала мы должны получить форму и оружие. Мы вернулись, поехали в Степанакер, записались добровольцы, вернулись и получили оружие из воинской части Джаракана. Там мы встретили Сарковага Грайра, который сказал, что едет на позиции, где находится Давид, обещая, что найдет его и после отвезет нас к нему. Мы вновь поехали в Сан-Велаван и ждали. 2 октября Сарковаг Рай и начальник штаба Эдгар Матэвасям были на пути к позициям. В ночь на 2 октября в результате авиаудара возле песчаного рудника Марджанлу погиб начальник штаба, Сарковаг Рай получил ранение. В этот день ночью наступают на позицию 12 человек, из которых был и Давид погибают. Я был на высоте Давида, но добраться до сына так и не смог. Вечная слава павшим в бою героям. PeopleFar.com пишет. Ряд известных армянских академиков, таких как Армен Петрусян, а в последнее время и некоторые западные исследователи, один из которых Расмуст Торсен, предполагают, что армяне произошли от малоизвестного племени Железного века Этиуни, а если точнее Этиухи. Это племя якобы говорила по-армянски и проживала в верхневосточных районах армянского Нагора. У озера Сиван, возможно, способствовало или, по мнению Петрусяна, даже стало причиной разрушения Урарского царства. Однако доказательств, подтверждающих эти утверждения, практически нет. Сами Этиуни также не оставили никаких письменных свидетельств, поэтому большая часть того, что мы знаем о них, доступна из Урарских записей. Давайте сначала обсудим, почему некоторые ученые говорят об Этиуни. На мой взгляд, в основе лежит ложный отказ от урарско-армянской связи. Основная академия, особенно лингвисты, в какой-то степени обеспокоены мыслью о том, что Урарту – это Армения. Они до сих пор признают, что армяне являются уроженцами армянского Нагорья. И некоторые даже начали признавать, что урарская ДНК полностью соответствует с армянным армянам. Но как это царство относится к армянам и откуда именно возник армянский язык, до сих пор остается загадкой. Армянский относится к гипотетической индоевропейской макросемье. Не отличается от всех других известных индоевропейских языков. Таким образом, он причисляется в отдельной ветви индоевропейцев, непосредственный предок или потомок которых неизвестен. Урарский, с другой стороны, был причислен к другой языковой семье, обычно называемой хуро-урарский. Итак, избитый старый вопрос. Как могли быть урарцы армянами, если они говорили на другом языке? Не сумев дать правильный ответ на данный вопрос, некоторые армянские академики отвергли идею, что урарцы были обычными армянами и начали придумать связанные с эти уни всевозможные фантастические теории. Европейский союз ожидает более крепких и глубоких отношений с Восточной Арменией. Об этом на состоявшейся в Ириване пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Восточной Армении заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна в Европарламенте о том, что Армения готова углублять отношения с ЕСЭ настолько, насколько к этому готов ЕСЭ. По ее словам, Армения и Германия обмениваются идеями в этом направлении и существуют большие возможности для сотрудничества. Мы тесно обмениваемся мыслями, идеями и существует больше возможностей для сотрудничества. В эти трудные геополитические времена крайне важно заключить мирный договор между Арменией и Баку, который приведет к миру в регионе. В этой ситуации особенно экономические отношения могут быть углублены еще больше, добавив, что в регионе необходим мир. Чтобы был приток крупных инвестиций, развивалась экономика, что также будет стимулом для упрощения визового режима. После войны 2020 года Баку придал новый размах своей политике, получившей ранее формулировку «самый страшный культурный геноцид 21 века», более активно, чем когда-либо, стирая все следы армянского присутствия в Арцахе. Нападение на армянское культурное наследие происходит не только разрушением святынь и памятников, но и попытками искажения исторических реалий. Полностью игнорируя границы адекватности и всевозможные ограничения, Баку посягает даже на территорию Восточной Армении, объявляя Сюник и Ереван историческими азербайджанскими территориями, угрожая Восточной Армении новой войной, которая сотрет Армению с политической карты мира. Баку пытается оправдать свой аппетит на академическом уровне, предлагая курьезные этимологии топонимов, как, например, в случае с Зангизуром, который является более поздним названием южной части провинции Сюник в Великой Армении. Однако, по утверждению Баку, он основан на тюркском племенном названии Занг. Подобные толкования, иногда переплетенные бредовыми заявлениями, что Зангизур является исконной азербайджанской или албанской территорией, отражены не только в агрессивных видеороликах, сделанных сразу после войны 2020 года, но и в топонимических исследованиях и словарях прошлых десятилетий. Этот подход не просто безоснователен, но и с самого начала антинаучен, поскольку основан на тенденции очевидного отрицания каждого армянского элемента. На территории Восточной Армении есть несколько топонимов, которые содержат компонент Зангилар, такие как Зангибасар, Зангитапа, Зангелан, Зангелан и Зангилар. Второй компонент некоторых из них может считаться тюркским происхождением. Однако эти топонимы являются более новыми, которые не зафиксированы в исторических документах, относящихся к данным территориям и не имеют отношения к Зангизуру. Начиная с исторических документов с самых ранних времен и до нового времени, армяне составляли основное этническое население армянских провинций Арцах, Сюник и частично Утик. Об этом свидетельствуют многочисленные исторические источники, архитектурные памятники, литографические надписи, рукописные летописи и топонимы. В Ашхаратсо 7 века Сюник и Арцах представлены как 9 и 10 государства Великой Армении соответственно. Существует много армянских топонимов, которые содержат корень слова «дзор» – «дзор», «ховид», «хехери», «хут». Эти слова с коренным армянским происхождением и засвидетельствованы библиографии еще с 5 века. Также и Зангизур, который является молодым названием историко-географического периода в Восточной Армении и по территории соответствует южной части Сюникского мира провинции исторической Армении. Изначально он касался окрестностей Гориса, рекам и горам. Таким образом, по географическому охвату «дзагедзор» в основном соответствует современному Зангизуру. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении группы «Сас нацерэль» «Зайн лернериц». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok И Добро!